ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сбор личного состава, выезжает первый ход или отделение, или весь караул, прибывает к месту пожара, потом следует разведка, при этом ведется радиообмен постоянный, постоянное информирование ЦППС, и после разведки выбирается правильное направление тушения, либо эвакуации. Исключаем попадание дыма в квартиру, мы видим, что дым поднимается наверх, обложили второй трех, дым, все, отошли в сторону. Такие учения МЧС проводит каждый квартал, поэтому дончане уже знают, как нужно вести себя при чрезвычайных ситуациях, но, к сожалению, иногда спастись самостоятельно не удается. Люди во многом знают, как действовать, потому что работают профилактические группы, в каждом районе города Ростова созданы эти профилактические группы. Мы стараемся охватить все многоквартирные жилые дома, также частные секторы. Это у нас происходит с тем, что очень часто происходят пожары в жилом секторе, особенно на квартирном, на котором гибнут люди, гибнут дети. И надо показывать гражданам все меры предосторожности в случае возникновения пожара и все действия по эвакуации. Ростовское министерство по чрезвычайным ситуациям отмечает, что возгорание происходит чаще всего в жилом секторе, в осенние и зимние периоды, когда дончане используют обогревательные приборы. И неосторожное обращение с огнем во время праздников тоже может привести к трагическим исходам. Сотрудники МЧС советуют всем иметь дома вот такой самоспасатель. Срок его действия 30 минут. Если вы видите, что само помещение не объято пламенем, можно надеть самоспасатель. Вот есть инструкция, такой же капюшон, как мы только что видели. И, в принципе, провести спасение самого себя или своих знакомых или жильцов из квартиры. Запасной эвакуационный выход в многоквартирных домах всегда должен быть открыт. Аварийное освещение – работать. При пожаре спасательную охрану вызывайте по номеру 01-101 или 112.